Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Меня зовут Дмитрий Книга. Сегодня в выпуске вы увидите. В муниципалитете состоялась экологическая акция «Лес будущего». Иско надеемся, что все саженцы приживутся и через какое-то количество лет здесь будет прекрасный лес. В видновской школе номер 10 прошли тактические учения сотрудников МЧС и Росгвардии. Стоять, работает Росгвардия! Во дворце культуры Видное прошел отчетный концерт творческих коллективов. Такие подмотники, а вот они вот фонарики. В рамках подмосковной акции «Лес будущего» на территории Ленинского городского округа высадили молодые сосны вблизи деревни Андреевская. Они прекрасно дополнят уже существующие зеленые насаждения. Всего посадили 8 тысяч деревьев. В акции «Лес будущего» участвовали школьники, представители депутатского корпуса и общественности, сотрудники муниципальных предприятий, активные жители округа. В связи со строительством трассы Юла было вырублено много деревьев. Высадка сосен поможет восстановить лесной массив. Искренне надеемся, что все саженцы приживутся и через какое-то количество лет здесь будет прекрасный лес, как идет по контуру, как идет за нами. Специалисты Мособоллеса помогли посадить деревья по всем правилам, чтобы они быстрее прижились. Всем участникам акции раздали лопаты, ведра, лейки и перчатки. Деревья высаживали в заранее подготовленные борозды. Сосны украсят участок площадью 4 гектара. С помощью вот такого инструмента, это называется лесная лопата, меч Колесова, в борозде делается лунка. В эту лунку опускается сеянец корнями вниз. На расстоянии 10 сантиметров делается еще одна лунка. И возвратным поступательным движением притаптывается данный сеянец в лунку. Прекрасная погода и позитивный настрой стали залогом успешного проведения этого полезного экологического мероприятия. Мы сегодня были приглашены с ребятами. Мы считаем, что экология – это самое важное. Тем более погода, природа, дети отдохнут. Поэтому мы взяли сегодня 6 класс, чтобы они нам помогали вместе с родителями. Напомним, что акция «Лес будущего» организована совместно с Комитетом лесного хозяйства. В дальнейшем именно они будут следить за зелеными насаждениями. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В этом году запланированы масштабные работы по улучшению горячего вода и теплоснабжения в Московской области. Поэтому плановые отключения горячей воды начнутся уже в мае. Узнать даты проведения работ в вашем доме вы можете на интерактивной карте коммунальных услуг на сайте mosrec.ru. Также на подмосковном портале госуслуг можно узнать контакты обслуживающих организаций и управляющей компании и обратиться с вопросом в администрацию городского округа. Ежегодное отключение горячей воды необходимо для плановой подготовки к отопительному сезону, профилактики ремонта котельных, модернизации и ремонта оборудования, проверки надежности трубопроводов. В Видном провели тактические учения по порядку действий сотрудников МЧС, Росгвардии и образовательных учреждений в случае чрезвычайной ситуации. От того, насколько быстро они отреагируют, зачастую зависят жизни детей. За ходом тренировки наблюдала Олеся Мордвинова. По легенде, вооруженный преступник проникает на территорию школы номер 10 через забор. Какое-то время он движется вдоль школы, охранник замечает его и нажимает тревожную кнопку. Наряд прибывает через несколько минут. Вторая часть тренировки – обнаружение взрывного устройства. Место вокруг подозрительного предмета сразу отцепляют. Охранник сообщает директору об опасной находке. Добрый день. Беспокоит 10-я Видновская школа. У нас учебная, ключевое слово, учебная ситуация – обнаружение взрывного устройства. Объявляется эвакуация и все организованно выходят на безопасное расстояние от школы. В это время уже прибывают спецслужбы, в том числе и служебная собака. Все дети, персонал, на самом деле, относятся к этому мероприятию трепетно. Все отрабатывают и понимают необходимости, нужность и правильность отработки именно учений при таких действиях. На мероприятие были приглашены заместители директоров по безопасности образовательных учреждений нашего округа. Проведен инструктаж, обозначена последовательность действий и полученные ответы на все вопросы. Сотрудник охраны должен поставить либо руководителя, либо зама по безопасности в известность. Такие тренировки прошли по всей России. Их главная задача – это повышение слаженности действий персонала школы и сотрудников силовых структур. Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Видновский перинатальный центр посетил специалист из Израиля Шайзиль Бирбуш. Он является основателем системы First Step, которая нацелена на гармонизацию развития детей в раннем возрасте. Эта передовая методика активно внедряется видновскими медиками. Максим Козлов расскажет подробнее. Отцы очень интересуются изучением технологий нового поколения. Больница может дать родителям знания, как им стать счастливыми. Часто в видновском перинатальном центре можно услышать иностранную речь. Медики активно поддерживают связи с коллегами, в том числе из-за рубежа. Сегодня принимают гостя из Израиля. Шайзиль Бирбуш – основатель уникальной методики First Step, что в переводе означает «первый шаг». Видновские врачи прилетали в Израиль, где прошли двухнедельный курс. И сейчас я приехал сюда, чтобы продолжить обучение. Дать врачам конкретные рекомендации по работе с теми детьми, которые находятся под их опекой. И также пообщаться с родителями деток. Действительно, в видновском перинатальном центре активно внедряется опыт израильских коллег. Инструктор-методист ЛФК Наталья Чумакова полтора года изучала методику First Step и сейчас проводит занятия с мамами и детьми. Я увидела заинтересованность у руководителей перинатального центра внедрять новые методики. Я рассказала о ней, и их это очень заинтересовало. И мы вместе посетили колледж именно в Израиле. И там более детально изучили возможный формат реализации этой методики именно с детьми недоношенными. Естественно, что первым делом Шайзиль Бирбушу показали отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Здесь специалист дал мамам и врачам несколько практических советов по внедрению методики First Step. Если мы сейчас поднимем ножки и сосредоточимся на грудной клетке на дыхании... Можно посмотреть на грудную клетку. Вы обратите внимание, что дыхание... Поле глубокое. Естественно, о сложной методике, которая разрабатывается уже на протяжении 35 лет, в двух словах не расскажешь. Но тот факт, что она активно внедряется в сотнях медицинских учреждений по всему миру, говорит сам за себя. Задача увидеть младенца с рождения и посмотреть, как он развивается. Создать идеальные условия для его развития. Насколько родители осознанно относятся, насколько они понимают, как создать эти условия и как эти условия влияют на следующее развитие младенца. В программу «Визита Шая Зильбербуша» также входят групповые занятия для мам, открытый урок, где расскажут о методике Первый шаг и частные консультации. Все мероприятия бесплатны. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Хор «Россияночка» порадовал своим выступлением посетителей Центрального парка города Видное. Именно на летней эстраде теплым майским вечером коллектив решил провести отчетный концерт, на котором побывала и наша съемочная группа. Подробнее о музыкальном событии расскажет Наталья Буслаева. Песни подмосковья в моем сердце, в них печаль и радость, и судьба моя. Хор «Россияночка» входит в число лучших творческих коллективов округа, и очередной отчетный концерт, как доказательство народной любви, прошел с аншлагом. Каждую песню зрители встречали громкими аплодисментами и дружно подпевали любимым артистам. Весело, задорно, поднимает настроение. Как рассказала руководитель хора Елена Анастасьева, для итогового концерта постарались выбрать только лучшие композиции из репертуара. Год прошел очень хорошо, да, много было всяких мероприятий, мы очень активно работали, учили все новые вещи. Участница хора «Россияночка» Татьяна Скоринина поет в коллективе уже почти 40 лет. Прошедший творческий сезон оценивает как наиболее удачный. Мы вообще очень серьезно всегда подходим к отчетным концертам, потому что это как бы то, что мы можем отдать людям, предоставить то, что наши старания, показать то, что мы выучили за год. С момента своего основания «Россияночка» завоевала интерес у слушателей всех возрастов. И это неудивительно. Хор исполняет не только известные народные песни, плясовые, частушки, а также и лирические композиции. Каждый творческий сезон в ансамбле появляются и новые песни. Неизменно остается только народная любовь к коллективу. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В зале Дворца культуры «Видное» звучали песни и аплодисменты. Здесь прошел отчетный концерт музыкальных и танцевальных коллективов Ленинского округа. Какие выступления подготовили для зрителей, узнала Инга Янчук. Город Видное богат на талантливых людей. В Доме культуры во время отчетного концерта на одной сцене выступили воспитанники хореографических студий, ансамбль русских народных инструментов и юные циркачи. Открыл программу детский коллектив «Мозаики» с танцевальным номером. Коллектив «Родник» приготовил для зрителей нечто особенное. Помимо игры на гуслях, рожках, балалайках, в руках артистов зазвучали старинные бытовые инструменты. Нина Борисенко, руководитель ансамбля, утверждает, так дети узнают, что было в обиходе наших предков и приближаются к истории своей родины. Вот это в основном будут жилейки играть, это русский народный такой духовой в струне, хороводная такая музыка. И потом очень смешная музыкальная картинка шумовая в опузнице, в которой мы используем много шумовых инструментов, пилы, косы, трещотки. Коллективу «Родник» больше 30 лет, и его отличительной чертой является преемственность поколений. Солистку Нину Лютову привела в ансамбль ее мама. Я пришла в «Гуслеры», когда была как раз в возрасте своей дочки. Дети здесь занимаются танцами, вы все это увидите на концерте. Дети поют, дети рассказывают стихотворения, играют на разных инструментах. Естественно, когда у меня появилась прекрасная дочка, куда я могла ее отдать? Только в ансамбль «Гуслеры». Хореографический ансамбль «Видновчаночка» подготовил танцевальный номер, посвященный солдату, который возвращается с фронта домой. Мы хотели сделать танец именно в военной тематике, тематике Победы, какого-то праздника такого, чтобы он выглядел красиво. Танцоры также показали зрителям финский народный танец. Участница коллектива Лиана Мельковская отмечает, народные танцы – отличительная черта видновчаночки. Мы берем вообще танцы из разных странных мер. У нас есть еще Болгария и также русские, народные. Мы подготовили танец хабалтаем или финский. Это очень интересный танец. Он про Кенгендио. Восьмилетние Элина Солнцева и Юлия Заболотина из коллектива «Мозаика» подготовили акробатический номер. Элина признается, на подготовку ушло два месяца. Самый сложный трюк – это поддержка в воздухе. Мы будем там на трапеции выступать. Сначала она меня держит, потом я ее держу. Яркие номера никого не оставили равнодушным. Отчетный концерт творческих коллективов каждого зарядил положительными эмоциями. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. После выпуска новостей на нашем канале смотрите художественный фильм «Пробуждение». А у меня на этом все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова